Пусть 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 Валя Рекала ко мне Есть Постройте отряд Есть построить отряд Отряд устроится Мирно Товарищ командир отряда Отряд построен Вольно Вольно Впервые у меня на отряде В походе скис мотор И мотористы Показали себя Возились с магнитобитых два часа Мотористам стыдно мне смотреть в глаза Отрадный признак Однако небольшая честь командовать Таким кораблем Товарищ Рекала Больше у меня вам нечего сказать Распустить Разойтись Погодка Такую не разгуляешься Да ты не расстраивайся Не бой Учение А если бы немец Мы остались бы у него в хвосте А по секрету я был уверен Что в такую погодку Они и за пять часов не справятся Мотористы молодцы Орлы Так чего ж ты бушевал Для островки на будущее Думаешь комдив нас похвалит Здесь у нас аварии в привыкочку войдут К Софьи Петровне-то мы опоздали Как хочешь комдив А я твоих офицеров разнесу Велено было прийти к девяти Бать А ты их отдай под суд Конечно Я их своим судом Лишу выручайте товарищей Есть Софь Петровна Софь Петровна Разрешите выразить Предварительный восторг По поводу предстоящего пира Вы знаете Особенно меня волнует хворост Приготовленный вашими русскими Вы знаете Невольно вспоминаются Популярные стихи Ближу поднимается Медленно в гору Лошадка везущая С хворостом ввоз И если это про ваш хворост То А откуда ты его взял На вашем камбузе Вы жуль А как ты туда попал? Ходил в разведку Вы знаете На вашем камбузе Такие кладки А вот ничего и не дам Чтоб не совал нос Куда не надо Нет Дадите Я знаю Вы же добрая Да ну тебя Ну что же они на самом деле А ведь Боровский Он еще точностью хвастает Опять опаздываем Я не перед зеркалом вертелась Ну сам знаешь Не бросать же больницу Софь Петровна поймет Можно было и поторопиться Саша я врач И имею дело с людьми И ради именин я не стану Знаю Знаю Ты готова сидеть В своем госпитале Пока не свалишься Ты так бережешь меня А тебя что это удивляет? Почти За последнее время Я стала в этом сомневаться Даже сомневаюсь Замечаешь ли ты Что я вообще существую Объясни Ты с некоторых пор Видишь только себя Ты не живешь А играешь Играю? Кого? Придуманного тобою героя Капитан лейтенанта Боровского Героя Советского Союза Которым ты еще не стал Мне кажется Эта цель заслонила для тебя все Знаю Ты сейчас скажешь Что я легкомысленный Невнимательный Ветреный Что я пренебрегаю тобой Женский разговор Андрей Андрей А А это ты Ты и Женя Здрасте Что это тебя сюда занесло? А я гуляю Когда я зову Я всегда гуляю А сегодня я зову Как черт А причина? Поймите До сих пор Не могу провертеть Эту проклятую дырку Дырку? А разве вы не знаете? А ты, Александр? Представь Не знаю Так ведь Понимаешь Прислали для испытания Проект нового газовыхлопа Сконструировал наш молодой инженер Куда лучше Чем на американских катерах Может быть ты расскажешь Об этом завтра? Опоздаем? Куда мне некуда Да ты что, забыл? Сегодня же день рождения комдива Он всех звал и тебя Разве? Тот-то я шел по улице И думал Зачем это я Крахмальный воротничок надел Идем, Андрей Куда? На именины Он все-таки Ничего не понимает В поэзии и технике Ну зачем же так расстраиваться? А вы не расстраивались Если бы на операцию аппендицита Потребовалось разрешение Высшего медицинского И наконец Удар кинжала Пресек несчастного позор И мать поутру увидала И хладно отвернула взор И труп От праведных изгнанный Никто кладбищу не отнес И кровь с его глубокой раны Лизал рыча домашний пес Ребята малые ругались Над хладным трупом мертвеца В преданиях вольности остались Позор и гибель беглеца Не знал, что Лермонтов звучит так современно Вы обязательно почитайте в клубе Пусть молодежь послушает Извините Пожалуйста Здравствуйте, Лена Васильевна Здравствуйте, Борис Иванович Очень жалею, что опоздал И не слышал начала Я очень рада, что вы благополучно вернулись С похода Зарейте Простите Как хорошо, что вы здесь, Елена Васильевна Если бы вы знали, как я мечтал увидеть вас Даже мечтали Мы бойцы Мы каждый день играем со смертью А когда вырвешься из ее объятий То особенной цели жизни Хочется радости Женской улыбки А вам не кажется, что я приехала сюда не для этого? Не для женских улыбок? Простите, Лена Васильевна Я не думал Я вижу, что вы не подумали Поэтому охотно прощаю Гости К столу Разрешите? Простите Спасибо большое Внимание, товарищи Поднимем бокалы И выпьем за виновницу торжества За дорогую родительницу новорожденного За нашу любимейшую несравненную общую маму Соню Я, мама, да не твоя Как я могла родить такого бородатого урода? Ай, 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 мама, Соня Нехорошо отказываться от своего бедного бородатого ребенка Нет, 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 нет Не годится до дна Дети, дети, дети Уговаривайте мамочку Пей до дна Пей до дна Пей до дна Жулики вы, мои милые Ну было Ну, чего ж я вас всех люблю. Ну, хватит, мать, спаивать, пошли к столу. Ну, так, маму уговорили, уговаривайте бородатую. А вы что же молчите, Боровский? А ну-ка, тост, что-нибудь с огоньком. Есть. Товарищи, я предлагаю выпить за славу. За нашу боевую офицерскую славу. Нет ничего прекраснее ее на свете. И нет труднее подвига, чем тот, что ведет к славе воина. Тысячи проползают в войне ужами. И лишь немногим дано взлететь соколам в ясное небо победы. Хорошо прожить соколам и остаться в песне. Но трудно. За славой надо гнаться дерзко, упорно, смело. Уметь схватить за блестящие крылья и не отдать никому. Зато в славе бессмертие. Я умираю, имя мое живет. За славу. Не пью за это. Вредная чушь. Не нам гоняться за личной славой. Не этому нас учили. Правильно. Наша офицерская слава. Это хорошо. Ну а что дальше? Что же нам, носиться за ней? Ловить за крылышки и свой рундучок на замок? Нет, это что-то не то. Я не знаю, станешь ли ты соколом, Саша, но мы здесь не ужи. Значит, все против. И ты, дед? Да. Слава. Что же оно такое, наша слава? А вот. О собственной славе не чусь. Мысля прежде всего о славе России и родного флота. Но поскольку душою не отделяю себя от флота, горжусь, что в славе его частица принадлежит и мне. Вот как думал умный человек и великий русский патриот Павел Степанович Нахимов. В бой идешь, помня о родине, о славе нашего советского народа. Так учит нас партия. Максимов, личной славы нам не заказано. Но в одном Боровской, я вам прямо скажу, вы ошибаетесь. Славу советские люди не ловят. Они ее добывают упорным и настойчивым трудом. Выпьем. Внимание, товарищи, начинаем концерт. Как-то у них говорится, добрый вечер, здравствуйте. Первым и единственным номером выступления артиста, окончивая цыганскую консерваторию. Артиста-гитариста Михаила Гаврила. Миша, заводи. Гори, глина, моя звезда, гори, звезда приветная. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Дойдет ли ночь на землю ясная, звезд много блещет в небесах, Но ты одна, моя прекрасная, горишь в отрадных мне лучах. Но ты одна, моя прекрасная, горишь в отрадных мне лучах. Звезда любви, звезда волшебная, звезда любви прошедших дней. Ты будешь вечером, несобменная, в душе измучанной. Вам нравится? Очень. Удивительно, у него подлинная манера цыганского пения. В кабинете моя сумочка принесите, пожалуйста. Вот она. Постой. Что? Отто. Словом, коротко. Не болтайся мне поперек курса. Не понимаю, о чем ты? Одерживай в сторону. Не то большой бой выйдет. Ах, вот что. Так я свой курс по чужой указке не меняю. И боя меня не пугай. Оборвешься. Воевать хочешь? Смотри, пожалеешь. У тебя в самом деле. Весись на здоровье. Поумнеешь, придешь, довожишь. Принес мой друг от рану, вернуться-то не забыл. И пусть мне в награду за сердце подарил. В усы ярко горят, прижимаются. Мне о счастье говорят, переливаются. Эх, сверкайтесь смелей, вы рассветные. Сердцу станет веселей моей приветные. В усы ярко горят, прижимаются. Мне о счастье говорят, переливаются. Эх, сверкайтесь смелей, вы рассветные. Товарищ капитан второго ранга, разрешите обратиться? Да. Давайте. Можете идти. Есть. Командир отрядов, прошу ко мне. Товарищи офицеры, наша авиация обнаружила конвой противника в составе восьми транспортов, идущих в охранении сторожевых кораблей. Место на 22 часа. Квадрат 18-20, курс 195. Приказываю. Обоим отрядам немедленно выйти в море, найти противника, атаковать и уничтожить. Удар должен быть совместным обоими отрядами. В этом успех операции. Поэтому, первый, кто обнаружит противника, вызывает второго на соединение. Особенно, подчеркиваю, атаковать только вместе. Задача ясна? Ясна, товарищ капитан второго ранга. Подробности у начальника штаба. Идите. Прошу извинить, товарищ офицер, по местам. Мать, когда будет отбой, позвони на КП, чтобы мне не волноваться. До свидания. Опять летят. Ну, я пойду. Куда? Домой. Поздно уж. Не дури. Нельзя, бомбить будут. Я не боюсь. А потом я привыкла. Привычка привычкой, а зря не лезь. Садись. Ох, забыла. Гляжу я на тебя и думаю, что тебя к нам в пекло потянуло. Или жизнь недорога. В этой войне я потеряла все. Все, что мне было дорого. Я приехала к вам, в вашу боевую семью, чтобы хоть чем-нибудь быть полезным. Вот и все. Что это? Мишка, как ты здесь оказался? По приказу товарища комдива, при вас на всякий случай, вроде конвоя. Катер мой на ремонте, все равно в море не могу, скучаю. Мишенька, спойте, что я. Правда, спойте. Спой, спой. Спой. Вечер в море катерки, дальняя дорога, не ромейте моряки. А-а-а-а, воздушная тревога. Не хулиганишь, а? Пой по-хорошему. Налетел девятый вал, будет ведьма слиться. Тот, кто в море побывал, смерти не боится. Басана, 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 Вглубь до самого до дна, фрицанята, фрицанята. Эх, раз, да не в нас, еще мимо много раз. Субтитры создавал DimaTorzok Приняты координаты Максимов. Десять миль к Нартосту от мыса угловой. Неужели упустим караван? Не уйдет немыток Максимов. Ну да, как же. Своего не отдам. Для его курсовой сорок. Три цинюэта. Немцы. Они. Так. На лавца и зверь бежит. Боцман. Есть. Передать сигнал. Вижу противника. Есть. Передать сигнал. Вижу противника. Разрешите дать вызов Максимову. Что? Разрешите сообщить координаты Максимову. Максимову. Добро. Сообщу сам. Вот с вами. Передайте капитану лейтенанту Максимову. Есть. Передайте капитану лейтенанту Максимову. Ну, дед Борода. Атака. 1800. Остан. 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 Отсо! Встал! Отсо! Встал! Свиньте! Такой курс Долгота правильная Долгота 3405 Вышли точно Точно, а где Боровский? Не знаю Коварищ командир отряда Справа на траверте разрыва Выручить, товарищ командир отряда Ворочий Есть Товарищ командир отряда 215-й погиб Личный состав спасти не удалось Крепко не повезло, командир Мы сделали все, что могли Но откуда эсминцы? Откуда? Немцев упустили 215-й погиб Слева по носу торпедные катера первого отряда Эх, чуть бы пораньше Капитальный лейтенант Максимов запрашивает, нуждаемся ли в помощи Отвечайте В помощи не нуждаемся Караван ушел курсом Сюидвест Есть Значит, по-вашему, все правильно А вот немцы пликают над растяпами Прошу прощения, товарищ капитан второго ранга, но Нами потоплен сторожевик Один из транспортов поврежден и немцам не до смеха А 215-й где? Пулчий катер потеряли Вы уверены в точности прокладки курса во время операции? Уверен, прокладку я вел сам А где же карта? Снесло взрывной волной Чем же вы объясните, что такой опытный командир, как Максимов, не смог вас обнаружить? Ну, просто ума не приложу, товарищ капитан третьего ранга Понимаете что-нибудь? Пока нет Не ясно основное Почему Максимов своевременно не вышел к точке боя? Да, скверно Жаль катера Жаль людей Эх, воинство святого Розини От Советского информбюро Вчера ночью в Баренцевом море и в порту Киркенес Нашими судами потоплены Шесть немецких транспортов Миноносец Четыре сторожевых корабля Тральщик Пять барж Пять сторожевых катеров И девять мотоботов Слышали? А знаете, какой груз вы упустили? Не знаете? Эсэсовскую дивизию Которую немцы бросили для задержки нашего наступления А главное горючее Понятно? Вот ваши успехи Герои У вас есть вопросы? Кто заполнял бланк с координатами для Максимова? Могла произойти ошибка при передаче? Я сам Вносил координаты в бланк Следовательно Виноват Максимов? Нет Я не имею оснований Благородство играете? Виновный есть Или вы Или Максимов Кто? Вы с Максимовым разговаривали? Нет Максимов избегает разговаривать со мной Что? А ну-ка толковее У нас произошел с ним вчера Резкий разговор Максимов наговорил мне лишнего Ну и дружба в рось Этого еще не доставало? Из-за чего? Ссора Товарищ капитан второго ранга Произошла по чисто личным мотивам И я прошу разрешения их не излагать Это как вам будет угодно Но я прошу заметить Что я не допускаю В военное время делений Жизнь офицеров Наличные и служебные клеточки И предлагаю склоку Немедо прекратить Безобразие Ясно? Так точно Можете идти Товарищ Лишев Не занимайтесь сегодня ничем Отлеживайтесь Идите Теперь я понял Что понял? Ссора Они поссорились Потом вышли на операцию И вот Максимов решил не торопиться А вот Боровский упустит конвой И тогда Максимов добьет его Так сказать Щелчок по самолюбию обидчика Вот и вышло Никогда не поверил Чтобы Максимов спокойно ждал Пока немец будет бить его товарища Ссора Два индюка расшипели спустя рюмки И делают всего А ты тут какую-то прелую философию подводишь Трибунал разберет Трибунал? Войдите Какая толкота вам была указана? 34.05 И вы вышли точно? Не могу это утверждать Но до сих пор не ошибался Вы следили за прокладкой курса? Специально нет Я вполне доверяю Журавлеву А Боровский следил за прокладкой Поздравьте его Товарищ капитан лейтенант Что за тон? Виноват Так Подведем итоги Место вам было дано Вы на него не вышли В результате Второму отряду В сложных условиях их боя Не была оказана поддержка Последствия вам известны До решения контр-адмирала Приказываю Сдать отряд старшему лейтенанту Лишеву Мне сдать отряд? Да, вам Разрешите выполнять? Выполняйте Держите себя в руках 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 Борис Иванович Борис Иванович Борис Иванович Держите себя в руках 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я прочитал твою докладную записку. И как? Прямо сказать. Дерзко. Так. Дерзко, но умно и талантливо. Скажи, ты давно разрабатываешь план этой операции? Атаку внутри вражеского фиорда давно. Применительно к обстоятельствам теперь, после провала, немцев можно накрыть и внутри фиорда. Можно. И нужно. Значит? Подожди. У меня к тебе есть два вопроса. Слушаю. Скажи, у какого причала немцы поставят транспорта под разгрузку? Непременно у левого. Почему? Там единственный насос, без него не выкачет горючее. Пожалуй, правильно. Скажи, а как ты думаешь обеспечить скрытность подхода? А сейчас же пора плотных туманов, и особенно в фиордах. Тоже правильно. Максимов, скажи мне прямо, вот ты вложил всю душу в разработку этого плана, а ведь дело, пожалуй, складывается так, что тебе не придется его выполнять. Не стану кривить душой. Мне это больно. Но что значит моя личная судьба в большом общем деле? Конечно, я был бы счастлив сам выполнить свой план. Но теперь это невозможно. Так, значит, все, что выносил умом и сердцем, ты передаешь в чужие руки. В ваши руки, товарищ капитан 2-го ранга. В руки товарищей. Хорошо. Выполнение этой операции я поручаю Боровскому. Хорошо. Что ж он хороший моряк. Выполнят с честью. За меня, за всех, за флот. Да, чуть не забыл. Меня просили передать тебе приглашение. Кто? Одевайся. Спасибо. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Борисовым, по мертвому плачущий девичий крик, Седая старуха в салопчике плисовым, Весь в белом, как насмерть одетый старик. Ну что им сказать? Чем утешить могли мы их? Но горе поняв своим бабьим чутьем, Ты помнишь, старуха сказала, родимые, Покуда идите, мы вас подождем. Мы вас подождем, говорили нам пажити, Мы вас подождем, говорили леса, Ты знаешь, Алеша, порою мне кажется, Что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям только пожарища, По русской земле раскидав позади, На наших глазах умирают товарищи, По русски рубаху рвануть на груди. Боровский, а вы куда же? Да? Я на Катератовочке, на второго ранга. А потом я хочу зайти в госпиталь за женой. Добро. Что с вами? Не здоровиться. Я дал указание начальнику штаба Ознакомить вас с Максимовским планом. Ознакомились? Так точно. Ну и как? Замечательно. Дерзко, красиво. Ну вот, выполнять будете вы. Я, да, вы. Мне же неудобно, товарищ капитал второго ранга, Весь план разработал Максимов. Все утверждено адмиралом. Точка. Есть. 34, 0, 5. 34, 35. 34, 35. Опять эти цифры. Больной беспокоен. Не могу. Как в сознание пришел, от этой истории покоя нет. Я помню, передавал 34-05, а в шифровке 34-35. Тридцать минут разницы. Я передачу свою помню, а в шифровке не так. Неужели напутал? А из-за этого все несчастье пошло. А ты хочу капитана лейтенанта Боровского спросить. Очень мне беспокойно. Пустяки, милый. Это вам все просто показалось от потери крови, от слабости. Вот придет капитан лейтенант и все выяснится. Пуль зачистил. Нехорошо. Дайте два кубика камфора. Жень! Андрей! 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 Здравствуйте! Женя! Андрей, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Женя. Что ж вы непонятны, помогаете вам? Вы пришли на концерт. Я вас так ждал, ждал. Не могла, Андрюша. Занята. А вы почему без халата? Как? А вот. Андрюша, это хороший концерт. Чудесный. В следующий раз вместе пойдем. Ну, в следующий раз обязательно пойдем вместе. Андрюша, я хотела вам задать один вопрос. Вы что-нибудь понимаете в штурманских тонкостях? Ну, конечно, я ведь механик. Только что раненая Панасенко рассказала мне, что произошла путаница в передаче координат Максимову. Я не совсем точно понимаю, в чем там дело, но кажется, что-то в долготе. 34-05-34-35. Стойте. 34-05-34-35. Вы понимаете, что это значит? Радист перепутал координаты. И выходит, Максимов ни при чем. Нужно немедленно сообщить комдиву. Бегу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Погодка что-то портится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще одна в глубине. Верно. Но с тобой пойдут морские охотники. Понимаю. И примут весь огонь на себя. Точно. А в это время ты пролезаешь в горло фиорда, подходишь к причалам и громишь. Трудно. Вход узкий, камни. А чем у нас учили? Пройдешь. Зато шум пойдет по флоту. Давай, Саша. Какого черта ты надоумил, Камзива, назначить меня на эту операцию? Кто тебя просил об этом? Саша! По русской! Саша, как хорошо, что ты пришел. Весь мокрый. А Глобуков побежал тебя отыскивать. Ну, пойдем. Тебя Афанасенко ждет. Он хочет с тобой посоветовать. Ему кажется, что он тогда в бою спутал координаты. И очень беспокоится, что из-за его ошибки произошла беда, погибли люди. Саша, что с тобой? Что случилось? Радист, не виноватший. Неверные координаты дал Максимову. Я. Ты? Саша, но ведь это преступление. Да. Преступление. Слушай. Когда Камзив приказал нам атаковать караван противника, я честно пошел в бой. Я был готов выполнить приказ, обнаружив немцев дождаться помощи и атаковать ее вместе. Но в минуту встречи с врагом точно туман наплыл на меня. Я решил взять победу один. Паш на паш. Если бы мне удалось, я достиг бы всего, к чему рвался, не разбирая дороги. Я дал Борису ложные координаты, чтобы он не смог подоспеть. Я хотел победы для себя одного. Но победа обернулась. Позор. Потом я пытался исправить. Хотел дать точное место. Но поздно. Снаряд уничтожил рацию. Тогда я скрыл. Я заменил радиограмму. Я хотел соколом взлететь в небо. А свалился в канаву. Остается поставить точку. А ну, посмотрите мне в глаза. Не смеете, а придется взглянуть всем товарищам, народу. Как вы ответите? Как? Я вас спрашиваю! Я прошу. Не меня. Русскую землю просите, чтобы она дала вам в ней место. Трус. Я не трус. Рапорт обо всем случившемся я только что отдал начальнику штаба. Сдать оружие. Сдать оружие! Примите. Проводите. Есть. Проводите. Доктор, все готово. Товарищ капитан. Не надо, не надо, не надо. Не надо. Вы тут решите идти на операцию? Ступайте. Ты слышал, что он говорил? Я решил взять победу один. Я рвался ко всему, не разбирая дороги. Да я бы его за это одно. Так что же, по-твоему, Боровский? Враг? По-моему, нет. Был хороший офицер. Труса не праздновал. Дрался как надо. Русскую землю любил. А, потому что ему по ней легко ходить было. Вот. Вот это ты прав. На собственную красу загляделся, вот голова и закружилась. А вот встряхнуть его как надо, чтобы муть из глаз вылетела. А что он отворил от работы? Правильно, дед. Он виноват. Виноват. Да. Потому что, думал, победители не судят. А мы победителей судим строже, суровее. Вот. А все же напрасно помиловали. Кто это сказал? Я, товарищ капитан второго рампы. Так. Офицер вы или не офицер? Офицер. А дивизион, в котором вы служите, дорог вам или недорог? Дорог. Так какого же черта вам честь его недорога? Мне? Да, вам. Офицер вашей части. Пусть тут в расход. Сравно весь мир. А с него как с гуся. В расход, не в расход, все равно позор. Неверно говорите. Мертв человек и всему крышка. Хоть пемпзой три, а тел его не ототрешь. А жив человек, так он сам выправится из других тяжест с ними. Вот я сидел на суде и думал, один ли он виноват. Все виноваты. И я в том числе. И раньше других. Вот, а раскинь-ка мозгами насчет этого Миша. Себя виню. Не уберегла его. Ни маленький. Знал, что делал. Гордую, Софья Петровна. Горячий, самолюбивый. А вот за это самолюбие ответить должен. Чтоб помнил всю жизнь. Жизнь. Как жить-то ему теперь, Софья Петровна? Трудно будет жить. Трудно. Командир отрядов. Прошу к карте. Остальные можете идти. Подумай, Миша, подумай. А теперь обсудим детали предстоящей операции. Операцию проводим скрытно. Используем туман. Задача. Уничтожить корабли противника в базе. При входе в гавань батареи противника. Огонь которой необходимо отвлечь. Эту задачу решают два катера МО и старый Баркас. Максимов скрытно подходит к гавани. Взрывом Баркаса отвлекаем огонь противника в этом направлении. Тем самым давая возможность Максиму прорваться в базу и нанести удар. Я двумя отрядами прикрываю всю операцию с моря. Задача ясна? Ясна. Можете идти. Раз, два. Дяди. Раз, два. Дяди. Еще. Дяди. Товарищ боец. Входите сюда. Раз, два. Дяди. Раз, два. Боец штрафной рода Бараловский не виделся по вашему приказанию. Здравствуйте. Вас со взрывом все в порядке? Так точно. Добро. Разрешите идти? Идите. Разрешите спросить? Да. Вы просили разрешение принять мне участие в бою. Кончится война. С чем ты придешь? Сможешь сказать, я чист перед тобой родина? Нет. Сможешь. Сможешь, если захочешь. За тебя просил я, Ильишев. Ты лучший минер в отряде и сможешь доказать это в деле. Но помни, Саша, взорвать Баркас и уйти нелегко. Я все понимаю, Борис, но мне очень трудно. И меня мучит моя вина перед тобой. Идите, товарищ Боровский. Нелегко ему, а держится хорошо. Что это про Калла? Про Боровского. Дельный был. Настоящий, в общем, командир. А по-моему, всегда ветер был. Крутил, вертел туда-сюда. Неправда, боевой командир был. Боевой. В драке петух храбр. Не осуждай. Теперь на смерть идет. Очиститься. Правильно. Елена Васильевна, сюда, пожалуйста. Вы подождитесь, я быстро, мигом. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Ну вот, пришло время прощаться. Выезжайте, Елена Васильевна. Да. Кончились концерты, надо ехать. Жаль. Остали. Мне тоже жаль. Я успела привыкнуть к вам. И мы к вам. Вы, Елена Васильевна, и не знаете, какое вы для нас значение имели. Вон, Будков-то опять стихи писать начал. Тихи? Я ведь через войной писал Елену Васильевну. Мечтал поэтом сделать. А теперь, а вы напомнили, спасибо вам за все. Вам спасибо за любовь, за ласку. Благодарим вас. Бире! Вольно. Что это у вас за церемониал? Благодарите друг друга. Да ведь, когда расстаются друзья... И расстаются. Да. Кончились наши концерты. Мы едем на главную базу. Ну, я надеюсь, Елена Васильевна, что вы еще вернетесь к нам. А вы хотите это? Очень хочу. А я знаю. Вчера вы весь вечер стояли под моим окном. Как? Вы видели? Видела. Возвращайтесь с победой. Вернусь. А потом приду к окошку и не уйду. Дивизион мирно! Товарищ капитан второго ранга, личный состав краснозаменного дивизиона торпедных катеров и отряд морских охотников построен. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ капитан второго ранга! Поздравляю вас, товарищи катерники! Сегодня и мы идем навсегда вышибать врага из нашего моря. Поэтому перед боем прошу помнить наш старый морятский завет. Все за одного, один за всех. И еще прошу помнить, товарищи, что Родина смотрит на каждого из нас, даже тогда, когда мы деремся во тьме и туване. Я уверен, что с поставленной перед нами задачей мы справимся на отлично нашему флоту ура! 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 Личный состав по катерам! По катерам! Ура! 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 Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Миш, с фашистской силой темною, с проклятою ордой. Миш, чего? Ты что? Мечтаю. О чем? О нашей старости. Нашел, о чем мечтать. А ты не смейся. Подумай только. Пройдут годы, побелеют наши головы. А вокруг, как молодой лес, шумит новая, буйная юность. Внуки и правнуки. Счастливые, жадные к жизни, любопытные. И захочется им знать, как добывалось их счастье. В каких боях и трудах. И тогда мы с тобой, старые два гринадера, расскажем им про матросскую нашу дружбу. Особенно про нее, потому что никогда еще не было такой чистой и верной. И о победе. Как шли к ней, спотыкаясь, обливаясь кровью. И... и дошли. Да. Урана забеспокоился. Далеко еще до старости. Сейчас думать надо, потом поздно будет. Чудишь, Миша. Не стоило тебя и в поход брать, помечтал бы на бережку. Врешь, без меня не пойдешь. Верно. Врешь, без меня. Врешь, без меня. Сигнал к оттайке, взрыв Баркаса. Нелегкая задача досталась Баровскому. Задача серьезная. Но я уверен, Саша не подведет. Точно. Следите за горизонтом и ждать сигнала. Миша, курс. В порядке. Под ниточки. Боцман. Смотри. Смотри, Вова. Смотрю, товарищ командир отряда. На Родину! Вперед! Отходите! Отходите! Молодец! 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 Борис! Миша. Мишка. Мишка. Ну, не пишет. Мишка. 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 Время. КОНЕЦ Это наши обычаи, когда близкий человек в море, за него пьют старый тост. За тех, кто в море. Победы! КОНЕЦ За тех, кто в море. За тех, кто в море. ПОЕТ ПОЕТ Мусорь, за детьми, про море. Советская война. ПОЕТ 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 Субтитры создавал DimaTorzok